Михаил Игнатьев встретился с участниками финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» и поощрил молодых специалистов и их наставников денежными сертификатами. В Южно-Сахалинске сборная Чувашии, в которую вошли 10 студентов техникумов и колледжей, завоевала 7 медалей и заняла 14-е общекомандное место среди 70 регионов страны. На что ребята планируют потратить средства, узнавала Вероника Павлова. Несколько лет назад в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» сборную республики представлял всего один участник, а в этом году на сцену с чувашским флагом вышли 10 человек. Студенты бороли за звание лучшего в кондитерском и поварском деле, соперничали с молодыми специалистами в сантехнике и строительстве. А Анна Кудряшова создавала неповторимые цветочные композиции и даже возраст не стал помехой для участия в чемпионате. «Когда я приехала на Южно-Сахалинск, я узнала, что 16 лет, там участники юниоры только, а я уже участвовала в основном составе России, скажем так. И было сложно в плане того, что у меня практически не было опыта». Было сложно и Сергею Ерзукову. Перед самым выездом в Южно-Сахалинск молодой человек серьезно поранил руку. Но желание принять участие в чемпионате было сильнее, чем обстоятельства, рассказывает будущий строитель. Масса впечатлений у ребят осталась не только от конкурса. Многим поездка запомнилась с удивительной красотой дальневосточных сопок и морем. «Я в Сахалине наконец-то побывал на море, искупался». Призером Михаил Игнатьев вручил денежные сертификаты. Золото в компетенции промышленная автоматика завоевал Александр Мусатов. Студент электромеханического колледжа. 50 тысяч рублей станут хорошим подспорьем для реализации будущих идей, уверен молодой человек. «Поддержка, она, конечно же, дает свой вклад, потому что, смотря на меня, молодежь будет так же к этому стремиться». Денежных сертификатов удостоили серебряные и бронзовые призеры. Глава Чуваши выразил благодарность и наставникам, которые готовили студентов к чемпионату WorldSkills. Вероника Павлова, Игорь Ульянов, Вести Чуваша.